Дорогие друзья, всем большой привет, на связи Виталий Сергеенко, я профессиональный трейдер, управляющий активами инвестиционной компании Rich Invest Group. И сегодня специально для брокера Admiral Markets для вас записываю небольшой обзор по поводу фондового рынка США, поговорим немножечко про S&P, поговорим про отчет финансистов Goldman Sachs, JP Morgan, несколько других банков разберем, поэтому не переключайтесь, сегодня будет очень интересное видео. Итак, перейдем к демонстрации экрана, ну давайте начнем прежде всего с чего? Непосредственно с индекса S&P. Как мы видим, за прошлую неделю индекс немножечко еще пик переписал, и сейчас торгуется по 3009 пунктов, и в пике здесь был уже по-моему 3016, 3018, вот вижу 3023, то есть уже так основательно закрепились выше в принципе 3000 пунктов. Смотрим, что будет дальше. Здесь, конечно, естественный такой уровень поддержки до 3000, и где-то я бы взял 2975, ближайшее такое значение. Ну и дальше уже здесь 2955-2935, вот, но пока здесь о каких-то снижениях говорить рано, и вот почему. По S&P много новостей, но самое главное, что на прошлой неделе выступал Джером Пауэлл в Бостоне, и он так подтвердил ожидания по рынку, ожидания того, что в принципе ничего не изменилось, и продолжится, скажем так, смягчение монетарной политики, и ожидается на ближайших заседаниях в июле и сентябре снижение процентной ставки, все в экономике неплохо, да, но при этом вот решили так отдалить какую-то кризисную составляющую, и вот на 0.25-0.5 точно снизить процентную ставку, и рынок изначально это закладывал, да, и в принципе не было никакого расчарования у рынка, поэтому мы видим исторический максимум опять переписан. Что касается отчетов по компаниям и последнее время, что происходит. Вышла батарея по финансистам, прежде всего, с них всегда начинаются отчеты. Первый отчет, который вышел, это компания Wells Fargo. Это крупный очень американский банк и один из любимых банков Уорна Баффета. У них вышел неплохой отчет, и относительно прогноза. Мы видим, что доход на одну акцию подрос, и по сравнению с прошлым годом, здесь вообще значительно рост на 30% чистой прибыли. Да, если говорить про выручку, то она лучше прогнозов, и по сравнению с прошлыми значениями, примерно на том же уровне, чуть выше. То есть, в принципе, позитив по этой акции, но почему Wells Fargo, допустим, может быть не так хорошо выглядит, вот его акции, да, на платформе Admiral Markets, MT5. Кстати, ссылочка в описании есть на демо счет, попробовать эту платформу, ни к чему вас не обязывает, можете открыть и посмотреть. Можно торговать реальные акции, не CFD, не производные инструменты, а реальные активы в платформе MT5. Поэтому переходите, смотрите, очень удобно. Что касается Wells Fargo, да, мы видим, что несмотря на позитивный такой настрой, позитивный отчет вроде бы как, тренд здесь нисходящий уже давненько, причем, и здесь вот даже, это дневной график, вот даже после позитивных новостей мы видим провал вниз. То есть, с чем здесь это связано? Ну, прежде всего, Wells Fargo продолжается, у них там тяжбы по поводу того, что там слили клиентскую базу, и были определенные скандалы с клиентами в этой компании. И вот, когда такие скандалы есть, оно, конечно, в моменте именно это влияет сильнее, чем, допустим, какой-то позитивный отчет, лучшие ожидания или лучше прошлого года. Да, то есть, здесь все-таки фон, именно сентимент по этой компании, он очень негативный сам по себе. Кроме этого, Wells Fargo, если посмотреть, в принципе, основные параметры компании, ну, на нормальном уровне, ниже рынка, там около 10 пинаи, допустим, и компания, безусловно, зарабатывает деньги, но от ожидания аналитиков и вообще вот перспектива этой компании достаточно такая, за облаками, очень облачная, да, потому что здесь выручка не растет уже давно, и вот все в таком горизонтальном формате здесь, в плане выручки, то есть, нету точек для роста в этой компании, и сейчас инвесторы, видимо, не готовы вкладывать в эту компанию дальше, еще больше, да, потому что здесь, в принципе, есть свои риски, есть свои сомнения по поводу этой компании, да, по поводу ее акций. Вот, поэтому здесь ближайший уровень у нас, естественно, вот пик 44, мы очень близки к этому 44 доллара за акцию, и я считаю, что даже на таком позитивном отчете, вот вам первая такая, первый ключик, мне не нужно покупать эту акцию, потому что она, скорее всего, проломится ниже, потому что есть негатив в новостях, хотя и позитив в отчете, и второй момент, который на все наши банковские акции повлияет, это ожидание снижения процентной ставки, да, то есть, когда процентная ставка у нас ожидают снижение там на 0,25 процента, это всегда бьет по банкам, по финансам в первую очередь, потому что у них падает выручка, падает прибыль, потому что снижается процентная ставка, и они, соответственно, под меньший процент дают взаймы, и здесь уже маржа не такая интересная у банков, да, если мы говорим именно про те банки, которые дают ссуду, у инвестбанков чуть получше, но все равно у каждого, практически у каждого банка, который сегодня будет в обзоре, у них подразделение коммерческое, оно присутствует, поэтому это негатив для коммерческих банков. Ну и для, с одной стороны, инвестиционных, потому что там падают облигации, у них очень большой облигационный портфель, и некоторые люди выходят, не люди, а как фонды, инвесторы выходят из облигаций, у них также падает вот этот портфель, вот этот доход от облигационного рынка. Так, дальше у нас отчет GoldenSax, GoldenSax, естественно, у нас всем известный инвестбанк, у них вышел очень хороший отчет, как если мы посмотрим, 16 числа он был, то есть совсем свежак. Вчера 5,81, ожидали около пятерки, да, то есть рост очень хороший, там 20%, вот, и также взлетела выручка, причем выручка чуть ли не рекордная, в прошлом июле тоже было 9,4, да, вот сейчас 9,46, шикарные цифры для этого банка, да, были мы видим 10,11, то есть есть некая стагнация у банка, безусловно, но в целом Goldman выглядит достаточно интересно, и у него, по крайней мере, нету таких проблем, как есть у Wells Fargo, да, потому что там, конечно, вот этот негатив, вот этот негатив и плюс еще это все-таки кредитный банк, да, GS у нас почему-то не находит, Goldman Sachs, Goldman Sachs, ладно, не будем здесь смотреть, почему-то не находит тикер GS, и соответственно у Goldman чуть получше перспективы и классный действительно отчет, давайте посмотрим здесь в платформе Goldman Sachs, вот здесь он на первом месте, сразу все окей, сейчас посмотрим с вами, итак, это дневной график, видите, здесь намного более интересно реагирует цена, растущая динамика, вчера, да, прежде всего на отчете рванули вверх, рванули к ближайшему уровню, такому, ну, зеркальному его назовем, да, потому что здесь цена очень долго до этого стояла, и вот сейчас идет такой некий возврат, возврат в уровень, здесь мы наблюдаем рост, последний рывок со 180 на 215, и в принципе на таких новостях могут пробить дальше, потенциал для роста у компании безусловно есть, да, но мы видим, в отличие от Goldman, здесь все-таки происходит некий слом этого тренда локального, да, потому что все-таки последнее время мы торгуемся локально повышением, и видите, здесь был набор позиций, и пошел импульс уже в сторону ближайшего уровня, поэтому, исходя из того, что прогноз положительный, нет, в принципе, каких-то супер негативных новостей по Goldman Sachs, я думаю, что вот у нас в обзоре одна из таких самых сильных действительно компаний, это Goldman Sachs, и технически, и фундаментально по финансовым показателям выглядит неплохо компания, плюс не так должны на Goldman сказаться вот эти снижения процентной ставки, допустим, на 0,5%, да, то есть они могут не так сильно потерять от этого. Поэтому Goldman Sachs, в принципе, можно брать на лист, и посмотреть, что будет происходить, здесь ситуация какая, если у нас вот этот есть уровень, уровень еще раз, 212, 217 я бы взял, то есть нужно с этим уровнем работать, к примеру, при коррекции движения вверх, ложный пробой будет уровень, тоже такое может быть, движение также вверх, то есть это достаточно интересно может быть акции не на пике, не на хайе, здесь есть определенные возможности для движения выше, да, и тот же P&I у нас 9,4, то есть при том, что в отрасли 19, уровень примерно того же Wells Fargo, да, 10, но в принципе 9,47 это неплохо, акции недооценены, как мне кажется, да, то есть здесь все-таки было снижение. Доходность может быть не очень большая, здесь дивиденды 5,8, 5, 1,58, это ниже отрасли, акционерный капитал всего 11, то есть есть негативные моменты, да, то есть банк большой, как бы, слон большой, ему тяжеловато идти, у него нет больших супер каких-то перспектив на рост в ближайшее время, то есть нужно понимать, что вряд ли мы увидим рост в два раза компании, рост акций в два раза, то есть 200, 400, такого не будет, это не растущая компания, не суперперспективная, это инвестиционный банк, который стригет свою капусту, делает брукерский бизнес, зарабатывает комиссию, поэтому здесь умеренный может быть рост там на 10-15 процентов, да, то есть к тем же уровням, допустим, куда-нибудь на 240, да, 245, ну, такие максимальные сейчас значения, куда он может припилить, там в ближайшем, может быть, до конца 2019 года, поэтому здесь, конечно, риск, возврат, не самый лучший коэффициент, потому что все равно здесь будет риск, особенно если на локальные пикушки заходить, куда ставить стоп, как здесь тут нужно думать, да, уже исходя из высшего риск-менеджмента, коэффициент может быть не самый лучший, там один-двум всего, к примеру, да, поэтому будьте внимательны, идея неплохая здесь техническая, фундаментальная, но с метриками, с математикой здесь, ну, так себе паршивенько, скажем так, да, погнали дальше, дальше у нас с вами JP Morgan, то, что сегодня успеем посмотреть, JP Morgan Chase, один из самых веселых, интересных банков американских, крупнейший банк, всем известный, 15 числа также был отчет, вышел отчет позитивный, как и по всем финансистам, это большой плюс, в принципе, для S&P, большой плюс для фондового рынка в целом, потому что, ну, вообще для инвесторов, потому что первый вот ряд крупнейших компаний, они все отчитались положительно, то есть рост выручки, рост чистой прибыли, мы видим, что здесь 16 числа было у нас 282, и здесь у нас есть рост, там, чуть ли не на 30%, да, и даже лучше, чем ожидалось, там, более чем на 10%, 13-15%. Также у нас растет доход, то есть здесь все в порядке, ну, такой простой анализ элементарный, он здесь показывает, что все, в принципе, по JP Morgan, отлично, да, JP Morgan, давайте посмотрим. GPM. Пока вы можете написать в комментариях под этим видео, вообще торгуете ли вы акции финансистов американских, либо какие акции вы торгуете, какие вы хотели бы увидеть в одном из следующих обзоров, это будет важная обратная связь, чтобы мне понять, что вам рассказывать. И также не забывайте ставить лайки, пальцы вверх, чтобы я видел, что вам нравится подобный формат видео и продолжал их записывать для Адмирал Маркетс. Соответственно, здесь ситуация неплохая, чуть может быть похуже, чем у Голдмана. У Голдмана циферки в основном прям веселые, хотя здесь мы видим очень сильный рост прибыли. Тот же PI здесь 12,5 примерно, у Голдмана 9,7. Рост прибыли 2,15, но уже, конечно, здесь понятно, что тоже тяжеловес у нас представлен, не будет он расти безумными темпами, но в целом ситуация по данному банку интересная. Здесь дивиденды повыше 2,78 уже что-то и я думаю, что JP Morgan это вообще один из моих любимых банков. Я давно уже про него говорю, давно в него вкладываюсь, JP Morgan Chase. Так, что-то у меня не добавляет, наверное, уже много. Поэтому могу, так, почему-то у меня здесь не открывается, JP Morgan, странно. Давайте еще раз. Поэтому могу, безусловно, многим порекомендовать просто присмотреться к этой компании, да, потому что компания действительно интересная. А, потому что у меня JP Morgan уже открыт, вот почему. И мне не нравится, единственное, график. То есть мне нравится компания, мне нравится банк, но мне не нравится этот рубленый график. Видите, он просто весь изрезанный, измученный. И здесь это страх, конечно, для любого трейдера-инвестора, вот такие графики, такая возня. Вот, но в целом ситуация лучше, чем у Wells Fargo, чуть похуже, чем у Goldman. Мне кажется, перспектив у JP Morgan, я думаю, что побольше у этого банка, чем даже у Goldman. Вот, локальный здесь уровень, который можно поработать, это 112-110. Там можно половить эту акцию. Видите, здесь такая возня, и мы практически на пикушке, пикушке у нас здесь 17-115. Вот мы в пик уперлись, видите, мне не нравится, что здесь нету сильно потенциала хода, какого-то более глубокого. Поэтому идея состоит в том, чисто техническая, что если здесь заходить, то этот ката где-то от 112-111 поймать может будет интерес, вот если они этот gap, скажем так, перекроют. Вернуться сюда, то это может быть интересный момент, чисто технически. Вот, как я уже говорил, отчет у них неплохой. Метрики хорошие, чуть-чуть Goldman уступают по основным параметрам. Но, так, сейчас я посмотрю. Но, в основном, мне нравится, что здесь, конечно, доходность чуть повыше. И по дивидендам, и по акционерному доходу, и такой любимый банк многими финансистами. Я думаю, что здесь, безусловно, стоит присмотреться и взять на лист эту компанию, да. Давайте еще посмотрим Сити. Не планировал говорить, просто 3 секунды по поводу Сити. У них тоже вышел отличный отчет, мы не будем его смотреть. Просто вам покажу график здесь, потому что есть потенциал хода. У них там тоже классный достаточно отчет. Оперлись в уровень 72, где-то 70 ровно. Вот, пока не пробили с первого раза. Может быть, на обновление пикушки 72 с копьем стоит посмотреть до 75. Вот, но, как вариант, именно технически и новостным планом лучше, чем Wells Fargo, примерно на уровне JP Morgan, да. Поэтому здесь стоит посмотреть, Сити также в порядке. Видите, топ-4 таких банков американских, у них все неплохо. В отличие от того же Deutsche Bank, о котором мы говорили в прошлом нашем видео, здесь все достаточно неплохо у этих компаний. Друзья, ну вот такое сегодня видео получилось. Чтобы его не затягивать, давайте будем потихонечку завершать. Если это видео вам понравилось, ставьте пальцы вверх, делитесь с друзьями, оставляйте свои комментарии, потому что бы вы хотели увидеть на следующей неделе, услышать от меня. И также ссылочка в описании будет на открытие счета в компании Admiral Markets. Попробуйте демо счет MT5 в торговле реальными акциями. Только лонги без плечей можно заходить торговать. Это очень интересное предложение адекватной суммы. Также вторая ссылочка в описании будет по поводу обучения. Можете перейти, у нас есть интересный совместный проект «Брокерский счет плюс обучение». И есть интересный классный видеокурс, который вы можете в любой момент начать и научиться анализировать финансовые показатели акций, научиться анализировать технически любую акцию, индекс, фонд, фьючерс и торговать более осознанно, более профессионально на вот таком финансовом рынке именно американском и фондовом. На этом, в принципе, все, друзья мои. С вами был Виталий Сергеенко. Я профессиональный трейдер и управляющий активами инвестиционной компании Rich Invest Group. Всем большое спасибо, успехов, ставьте лайки и увидимся с вами уже в следующем видео на следующей неделе. Всем всего доброго, всем пока.